Сегодня у нас очередное заседание. Вы видите, что мы вошли опять в режим цейтнота. Вчера было 73, сегодня 51. И я сомневаюсь, что все они будут рассматриваны даже до 18 часов, как вчера. И в связи с этим нам кажется, что вот этот цейтнот, он, вероятно, создан для того, чтобы без должного обсуждения серьезнейшие законопроекты рассматривать и бегом-бегом принимать. Что, с нашей точки зрения, является неправильным, потому что законопроекты, которые принимаются в части развития так называемых поправок Конституции, ну, они, наверное, должны, учитывая, что Конституция – это основной закон нашей страны, да, как и любой другой, они должны рассматриваться более основательно и, вообще-то, наверное, с учетом, в том числе, мнения хотя бы депутатов. В данной ситуации нам предлагается в течение трех минут высказать по серьезнейшим законам несколько сот страниц мнение за три минуты и бегом-бегом голосовать, что является неправильным. Потому что, ну, в данной ситуации вы видите, что у нас зачастую название закона не соответствует сути, которая в него вкладывается, ну, чтобы было более понятно. Вот сегодня будет в третьем чтении рассматриваться закон о якобы усилении наказания за призывы к отторжению территории государства. На самом деле закон предполагает уменьшение наказания за это деяние, понимаете? Ну, казалось бы, пропиаренное мнение о том, что закон усиливает наказание, он на самом деле либерализирует. Ну, наверное, это логика господ Клишаса и Крашенинникова, которые, в принципе, с нашей точки зрения, ну, и в том числе, извратили и сущность национализации элит. Потому что наши все поправки в части, вообще-то, включения перечень запретов и наличия имущества за рубежом, они все как бы отклонены. Хотя всем же понятно, да, но если, как говорят, один из соавторов имеет замок Швейцарии, то, может, ему лучше получить гражданство Швейцарии и предлагать поправки в Конституцию Конфедерации, а не Российской Федерации, понимаете? И в данной ситуации нас крайне оскорбило вчерашнее выступление чиновника, который, в принципе, взялся отдавать характеристики и советы депутатам, избранным народом. Мы, я имею в виду выступление, второе, кстати, выступление полупредставителя президента, что является, как минимум, некорректным, вообще-то, оскорбительным. Потому что до него ни один представитель президента не допускал таких высказываний. И, по нашему мнению, это, вероятно, указание администрации президента в лице Кириенко, что вообще нам непонятно. И мы считаем, что представитель президента и правительство Государственной Думы, как чиновники, не имеют права читать нравоучения депутатам, потому что у них есть должностные обязанности. И нас еще более оскорбило то, что представитель президента не являлся официальным представителем президента по этим вопросам, понимаете? Потому что, ну, если президент не доверил своему представителю докладывать закон, а посчитал возможным поручить это председателю Комитета Государственной Думы, то с какой стати представитель президента, не имея на то полномочий, а мы считаем, что в данной ситуации, если есть документ, который назначает другого человека официальным представителем, он вдруг разразился речами, которые оскорбляют депутатов. Ну и, конечно же, нам в принципе непонятно, опять же, закон этих авторов в части выделения в особую федеральную территорию образовательного центра «Сириус». Понимаете, это уже по Остапу Ибрагимовичу. Дайте мне на день метр границы, потому что в данной ситуации, если вы ознакомитесь с законом, то в том числе и целый участок морской и сухопутной границы с Абхазией включен в создание этого образовательного «Сириуса». Кстати говоря, те, кто присутствуют здесь давно, я неоднократно представителем правительства и заместителем министра экономического развития задавал вопрос. Дайте, пожалуйста, нам справочку о позитивной работе хотя бы одной свободной экономической зоны. А здесь же предлагается для образовательного центра, который в принципе для благих намерений создавался, для особо одаренных детей, но теперь их освободить от налогообложения, ввести специальные таможенные режимы, ну, как минимум, выглядит странным. Или, может быть, кто-то из авторов собрался туда после депутатской деятельности, там, пока заковать в свободной экономической зоне. Ну, точно так же мы не можем, как бы, поддерживать на сегодня и законы о разделении полномочий в части определения дистанционного образования, потому что, ну, по мнению многих экспертов, тихой сапой, в принципе, реализуется, вообще-то, практика введения полнокровного дистанционного образования по специальными режимами. Более того, мы с Юрием Петровичем, как авторы вопросов руководителей Оперштаба, мы считаем, что на самом деле введение ограничений граждан на региональном уровне является нарушением Конституции. Если правительство Российской Федерации и президент считают, что у нас чрезвычайная ситуация, у нас есть закон о чрезвычайных ситуациях. А так получается, что у нас Оперштаб и администрации областей, превышая свои полномочия, на самом деле в массовом порядке ограничивает конституционные права граждан, не неся за это никакой ответственности. Уважаемые друзья, я хотел бы особое внимание сосредоточить на статье 280 со значком 1, которая будет обсуждаться сегодня в третьем чтении. Речь идет о призывах, простым русским языком говоря, призывах к отторжению территории от Российской Федерации. Как я это назову? Интересно, что сейчас существует за это уголовная ответственность, а вот авторы законопроекта предлагают все-таки установить административную ответственность, причем за повторное такое правонарушение ответственность уже будет уголовной. Ну, мы по двум причинам против. Во-первых, тут устанавливается административная приюдиция, против которой мы воюем уже на протяжении нескольких лет. Я обращаю внимание, что наша позиция, моя позиция, позиция фракции, была изложена в первом номере главного нашего правового журнала «Государство и право» в этом году. Поэтому, кого интересует, почитайте, пожалуйста, особенно юристы. И больше я, конечно, не имею возможности говорить об этом. И второе, почему мы категорически против этого? Потому что пытаются принизить опасность этого преступления. То есть сейчас считается, что если кто-то призывает отдать Крым, отдать Севастополь, отдать Курилы, отдать Выбор, то это, так сказать, ничего страшного. Извините меня, но ведь в уголовном кодексе существует ответственность за призывы к самоубийству, за призывы к потреблению наркотиков. Это нормально. А вот призывы раздербанить Россию – это ничего страшного, это административная ответственность. Поэтому мы категорически против этой нормы, новой нормы, будем голосовать и будем в дальнейшем добиваться, чтобы все-таки был возврат к тем правилам, которые существуют на сегодня. И второе. Мы сегодня опять рассматриваем целый ряд законопроектов, которые касаются президентских законопроектов в развитии Конституции, которые касаются установления статуса тех или иных органов и должностных лиц. В частности, сегодня пойдет речь о статусе судей Конституционного суда и судей судов общей юрисдикции. Мы добились, в момент, когда обсуждался проект новой Конституции, в момент, когда вносились соответствующие, так сказать, поправки в Конституцию, мы добились того, что в законодательство включен запрет на право чиновников иметь, ну, высших, по крайней мере, чиновников, иметь за рубежом счета и право иметь бойное гражданство. Это включено нынче в законы. Но мы требуем, требуем на протяжении нескольких месяцев, и сегодня будем требовать, чтобы был включен еще один запрет, запрет права иметь собственность за рубежом. А это еще пострашнее, чем гражданство и, так сказать, счета зарубежные. Так вот, наши требования, и сейчас, наверное, опять нам скажут, что да нет, это неразумно, нецелесообразно, что это популизм и что-то в этом духе. Извините меня, коллеги, но ведь запрет на право иметь собственность за рубежом установлен у нас в законодательстве в отношении сотрудников ФСБ. Я задал вчера Павлу Владимировичу Крошининнику, докладчику, вопрос, а почему сотрудникам ФСБ запрещено, а судям Верховного суда разрешено, судям Конституционного суда разрешено, значит, уважаемым депутатам Государственной Думы, членам Совета Федерации тоже разрешено. Ответа не последовало. Но я для себя понимаю это так, что лейтенант, майор и даже полковник ФСБ, он не настроен на то, чтобы зарабатывать деньги и создавать себе зарубежные какие-то тылы. Он на это не настроен. Среди них, увы, или к счастью, к счастью, конечно, по-прежнему множество романтиков, так как в советские времена люди работают за правду, и они работают на то, чтобы пресечь, изобличить правонарушителя и сделать державу более безопасной. И я полагаю, что мы должны приравнять всех чиновников к сотрудникам ФСБ. Тогда, может быть, у них пропадет повышенная тяга к материальным ценностям, пропадет желание что-то, так сказать, строить себя за границей, и тогда они, может быть, будут такими же патриотами, как вот эти самые сотрудники. Спасибо за внимание. Ну, здесь хотелось бы сказать еще о двух вещах. Ну, вы видите, у нас полковник Захарченко вначале установил публичный рекорд о реквизированной у него сумме в 9 миллиардов. Но я напомню, что полковник ФСБ Чекалин, курирующий Центробанк, превысил этот рекорд, и у него изъято 12 миллиардов. Но вы видите, что ни по одному, ни по второму делу не состоялось пока решение, и я еще раз вам напомню, что про пиар-инициатива «Единая Россия», которая была высказана Исаевами и принята, да, в части перечисления этих средств пенсионный фонд для повышения пенсии. Так вот, к сожалению, ну, как всегда, такие громкие инициативы, они пока заканчиваются ничем. Почему? Потому что, ну, вы видите, длительная волокита при рассмотрении очевидных вопросов, да, потом может оказаться фейком. Почему? Потому что, ну, скажут, что он выиграл в казино. И в суде потом за прошествие времени оправдают. Ну и, конечно же, вот здесь 30-й вопрос еще сегодня по якобы улучшению избирательных прав граждан, которые на самом деле их ухудшением заканчиваются. Ну, чтобы вам было понятно, вот сегодня мы в Ростове-на-Дону, 13 сентября этого года, на выборах, изобличили избирательные комиссии и обнаружили на 3 тысячи 24 бюллетеня больше при голосовании за списки партий, чем их выдано. Но суд до настоящего времени отказывается рассматривать. Ну, каким же образом защищаются наши права, если этим законом предлагается уменьшить срок подачи жалоб. Понимаете? Поэтому мы считаем, что в данной ситуации, сегодня ускорено, вероятно, к выборам уже следующего сентября, готовятся законопроекты, которые не улучшают, а ухудшают не только права граждан, но и выдвинутых кандидатов, за что мы, конечно же, голосовать не будем, а будем выступать категорически против. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова